Понедельник, 26 декабря, объявлен в России днем общенационального траура по жертвам крушения самолета Минобороны России Ту-154 в Сочи. Напомним, что в результате трагедии погибли 92 человека, 84 пассажира и 8 членов экипажа. Среди них военнослужащие, а также летевшие поздравлять авиагруппу ВКС России в Сирии с Новым годом, артиста ансамбля имени Александрова, известный общественный деятель, основатель Международной общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка и журналисты. Елизавета Глинка, или как ее еще чаще называли «Доктор Лиза», помогала в создании в Омске детского хосписа и сотрудничала с Омским благотворительным центром «Радуга». Вместе с ней омичи отправляли гуманитарную помощь на Украину. Хоспис уже достроен, открытие его планируют летом следующего года. Она немножко лоббировала наши интересы в Москве через министерство, когда мы проходили эти инстанции и узнавали, не будет ли нам каких-то ограничений. Этого человека, конечно, не будет хватать в детском полиативе, в российском. Также пассажиром упавшего самолета был бывший солист Омской филармонии Юрий Новокшанов. Он работал на Омской сцене два года, затем перешел в ансамбль имени Александрова. Мы пообщались с одним из его коллег, бывшим дирижером Омской филармонии. Сейчас в акватории Черного моря продолжаются поисковые работы. Рассматриваются четыре версии трагедии, среди них ошибка пилотирования и техническое состояние самолета.